Спасибо. Молодец, милечка. Спасибо. Растите большими. Когда началась война, Екатерине Ковган не было и 17 лет. Почти всех мужчин забирали на фронт. Работать в тылу приходилось женщинам и подросткам. До сих пор Екатерина Дмитриевна с одроганием сердца вспоминает военные годы. Вниманию со стороны подрастающего поколения труженица была очень рада и совсем не скрывала эмоций. Я очень счастлива, что меня не забыли, что помнят еще мои труды. Следующим адресом стал дом Анны Трещетко. Она рассказала, как война повлияла и на жизнь школьников. После уроков дети спешили не домой, а на работу. Кто-то трудился в поле, кто-то уходил в госпиталь. Анне Григорьевне пришлось работать на заводе. На заводе мы помогали, подносили к токарным, к фрезерным станкам, подносили болванки, из которых делали всякие для фронта. Все ковали для фронта. Болванки эти очень тяжелые, в ящиках таскали. Потом готовые уже детали уносили, подметали там все. Акция проходит уже пятый раз. Руководитель ТОС-29 Лидия Жули приобретает подарки, цветы и вместе со школьниками поздравляет ветеранов, проживающих на ее участке. Я приобщила молодежь. Я шефствую над казачьим классом школы номер пять. И хочу передать молодому поколению именно память о наших героях, о победителях во время Великой Отечественной войны. Чтоб наше поколение будущее чтило память и гордилось нашими подвигами народа. Я считаю, что тем, кто спасали нашу Родину, надо их поздравить. Узнавать историю войны из уст ее очевидцев и участников особенно ценно. Молодое поколение благодарно защитникам мира не только за победу, но и за открытость. Ведь такие встречи молодежи нужны не меньше, чем ветеранам. Субтитры создавал DimaTorzok